Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И худеем дальше. Машина не сюда. Я испугалась. Звук такой, как будто он на нас едет. Ну эхо. Мы в районе городского пляжа. Не в районе, мы прямо на городском пляже. Вот это вылезка была городского пляжа. Зашли. Вот столовая. Еще сейчас ничего не работает. А мы даже воду забыли с собой взять. Не забыли, у меня не было бутылочки, а магазины еще закрыты. И кроме сторожа здесь никого нигде нет. Ну потому что после утра отдыхаемся и проснуться, наверное, только в восемь. Ну да. А столовка, наверное, с девяти, с десяти. Ну, на обратном пути мы уже купим воду. Здесь очень красиво. Да, мы сейчас погуляем тут немножко. В том году здесь много снимали, показывали все. Ну, у нас очень-очень много новых подписчиков. А поэтому мы решили обдавить контент. Мы вообще каждый день сейчас будем, день через день, на пляже по возможности. У нас вечером такой возможности совершенно нет. Поэтому мы будем с утра ходить, делать грядку или на пляж, или на площадку. Да, либо на косу будем ходить, гулять. Везде будем ходить. Вот эти какие красивые ресторанчики. Даже все на улице смотрите. Кассы прямо стоят открыты. Телевизор. Просто там сторож один сидит. И все. Девчата, это я к тому, что город все равно тупиковый. И здесь въезд только один. Если что-то случится, бандитам выезжать нужно только через три полицейских поста. Их найдут очень быстро. Поэтому, слава богу, тут нету таких вот, знаете, всяких настоящих маньяков заездить. Да, сплюнь. Да, я сплюваю. Ну, вот таких происшествий за все эти года я неравним слышала. Здесь ценю слышу. Да. Вот, мы про телевизор. Да про телевизор, чтобы висят никого нет. А, ну, вон охранник сидит. Не, я просто помню 90-е годы и Урал. А. Чтобы вот так вот когда-то что-то на улице стояло. Ну, да. Вот все в телевизорах. Да. И у нас вопросики. А, вообще, как у тебя спалось? У тебя уехали отдыхающие? У меня. Вот, ну, там перестали ее кричать. А, да. Ну, я устала окно закрывать. А. Кондиционер я включаюсь, потому что шумят каждую ночь. А у меня, у меня вообще во все четыре номера заехали уже. Да. Не только в два. И, я так поняла, что прям на месяц, на полтора, наверное, они шумят. Ну, я же тебе говорю, они там каждый день шумят. Райончик такой, где Ирина нам пишет. Девочки, не забывайте про метаболическую точку, на которой настаивает обложка. В течение двух часов перед сном поесть свежих овощей, тогда на ночь, тогда за ночь будет дополнительный отвес. И другая девочка пишет. Интересно, не слышала о таком. Знаю, что Ковальков, например, советует на ночь вареный яичный белок есть, без желтка. Якобы тоже способствует похудению. А овощи надо в чистом виде или можно с мясом и так далее. Ковальков обложка-то самая говорит. Он говорит, белок и огурец есть. Или там перчик болгарский, ну, что-то зелененькое. Это перед сном? Ну, да. Ну, а вот другая девочка спрашивает, а овощи надо в чистом виде или еще с мясом? Нет, перед сном только вот это. Только один белок без желтка и огурец. И все, без всякого мяса, без всего. Сторожно возмущался, что мы снимаем, что все открыто там, наверное. Да, да. Это саморекламирует воров, где можно состырить. Он не понимает, что у нас тройка порядочных зрителей. Ну, сейчас он не будет ходить. Да ему нужно, ему посидеть там в тенечке удобнее. Ну, да, а я его тут волную, там, кто тут хожу рядом. Вот тоже. Поэтому он и сказал, полете отсюда. Девочки, привет. Покажите, пожалуйста, марку ваших весов. Мне они так понравились, а то у меня ничего не видно на моих. Думаю, что кому-то тоже это интересно. А где покупали? Скажите, пожалуйста. Фирма весов Пикук. Покупали через интернет. Да, да. У нас есть ролик, там прямо будет написано про весы. Как-то, я не помню, мы название сделали. Прямо так и было. Да, весы Пикук к сестрице в теле. Здесь вот уже большая детская площадка сзади, все включено. Сюда приходишь, даже можно родителям взять, видите, столики, покушать, выпить. Кто хочет алкоголь, кто хочет просто еду, вот в этом ресторане покупаете. И здесь сидите, хоть весь день кушаете, пьете, а там дети играют, сами носятся. И там другие дети вместе с ними, не с кем играть. Вообще, очень хорошо, весело. А сзади остальные все качели? Как всегда, кушки, кольцо обозрения, все такое. Ну, вот так вот, видим. Так. А вот так, потому что там собака без конца бывает. Пойдем. Пойдем на ней, вы подействуя, махай, Ранико. Ну, вместе с охранником будет лать вдвоем. Что ж, что мы его раньше времени разбудили, да? Не дам уж поспать нормально. В этом году был такой охранник, он прям не сиплялся. А чем моложе, тем больше придерживаю. Тем вреднее. Девчата, да, вот. Вы малые дети, неужели это 1200 килокалорий? Ну, то, что мы показываем. Ну, конечно, ты на 200-200 едешь. Я не знаю, я, может, Свети что-то не скидывала. Потому что, например, я уже третий день подряд... Я иногда перекус ее не вставляю. Да, третий день подряд мы с Андреем, вот, в первой половине дня едим перекус по 200 грамм чересни. Это 100 килокалорий. А я не вставляла чересни. Ну, я там скопом тебе сбрасывала. Вот, я всегда ем... Многие девочки спрашивают, почему у вас нет ягод и фруктов? Девчата, не... У нас очень много ягод и фруктов. Не всегда мы успеваем все это прямо вставить. Как одна девочка написала, даже если вы сидите в казинак, прямо снимайте и его тоже нам вставляйте. Ну, девчата, мы тут как бы снимаемся на добровольных основах. Бывает, не всегда получается просто. Вот не всегда ты бегаешь прямо с этой камерой. Ну да. А иногда так есть хочется, что я не успеваю завтра их снять. Не, мне так никогда не хочется, чтобы я вообще не смогла чего-то снять. Я просто... Просто думаю, то вид неприглядный какой-нибудь у этой черешни. Потому что ты раз перебираешь, там, то две гнилых попадутся. А не хочется это снимать, что-то там я их перебираю. Ну, короче, вам, наверное, понятно, да? А к морю будет все сильнее и сильнее ветер. Пока только у нас тут одни встречаются с дружа, еще дыхать уже не проснулись. Кристина, скажите, пожалуйста, что надо есть на завтра к обеду-ужин, чтобы не превышала 1200 кг. Что надо? Так, девчата, я сейчас опять вот каждый день вот прямо в руках садить, или у меня все заношу в приложении. Скачать любое приложение для начала. И заносить, ну так, все, все, все. Если у вас нет весов, там даже есть такое написано. Один банан. Не просто вес его, а один средний банан. Один помидор, один финик, один, там, черешня. Лучше, конечно, еще весы приобрести. И это все взвешивать на весах. Приблизительно, что нужно есть на завтрак. Ну, например, какой-нибудь кусочек какого-то белка. Например, кусочек рыбы. Грамм 100-150. Если не жирный, то грамм можно даже 200. Если жирный, вот как мы тут соцветы на днях скубрию ели, у нее почти 200 килокалорий на 100 грамм. Если ты 100 грамм съел уже кусок, то это уже 200 килокалорий будет. Плюс много овощей. В овощах очень малая, маленькая калорийность. 15-18 килокалорий на 100 грамм. Больше огурцов, болгарского. Прямо... Помидорчиков поменьше. Грамм 200. Они более калорийные. Помидоры у них почти такая же калорийность. У них там есть какой-то этот... Я не помню. Состав, который вот этой отечность вызывает. Ну, я говорю, поменьше. Вот человек побольше. Да у них 15 килокалорий, и там 15 с огурцами море. Ну, все диетологи говорят побольше на регате, на зеленые овощи. Вот диетологи, вот у них такой спор, вот как у нас сейчас со Светой. Я обожаю помидоры и ничего, что они говорят. Помидоры и огурцы. Одни диетологи говорят, что у них вообще одинаковая калорийность. Вот вообще одинаковая калорийность. Но помидоры почему-то способствуют ожирению. Но, наверное, все равно меньше способствует, чем свиная рулька. Конечно. Сало натуральное. Или хлеб с маслом. Нет, мы про вот эти вообще ужасные продукты вообще не говорим. Хлеба, там, булки какие-то. Хоть хлеб очень полезен сам по себе отдельно. И масло. Но все это сочетать же еще надо при диете. Не при диете, а при похудении. И то, сколько споров, что хлеб нужно или выпекать самому, в покупном столько добавок искусственных, которые очень вредно есть. или какой-то зерновой. Если ты знаешь, что это частная пекарня, где его пекут просто настоящий только... Не из муки высшего соя, а что-то такое больше. По натуральному. Много овощей. Не, многие едят кашу на завтрак. Помните, я раньше ела кашу на завтрак. Я опять толстела от каши на завтрак. Я очень люблю овсяную вместе с молоком. Но только я ем вот такое что-то на завтрак, я есть хочу через полчаса, через час. После каши мгновенный резко выброс этого как инсулина. Ты есть хочешь через полчаса, как будто ты вот... Вот ты проглотил кашу, как будто ты не ел, а как будто тебе разогнали аппетит после хорошего спорта. Вот я просто это замечала. Думаешь, поел восемь, в девять часов, ты как набросишься сейчас на все подряд. и вот я стала делать так вот какие-то... какое-то мясо или рыбу или яйца. Ну, белок с овощами. Можно чуть-чуть там пару ложек гречки. Это будет уже около 100 грамм гречки. Девчата, порцию мне всех говорят, по 200 грамм. Да вы не наедитесь. Если вы ели тонну еды, если вы ведро еды вы никогда 200 граммами не наедитесь. А, мне там девочка написала, что, Криста, ты наедаешься вообще этой едой. Так вот, у меня в тарелке там 400 грамм еды. Вот считайте, 100 грамм где-то гречки, 100 грамм какого-то мяса и грамм 200 прямо этих овощей. Они легкие, но там будет вот такая прям тарелища. Вот если все вместе будет 400 грамм, вы вот так наедитесь. Не глотаем, не проглатываем, как вот эта рыба-акула. В обед то же самое. Девочки, ну вот как это, принцип этой тарелки. Чуть-чуть, чуть-чуть завтра, ой, чуть-чуть белка. 100 грамм белка, можно 120 грамм белка, 150 грамм белка. 100 грамм, например, опять этих, какой-то каши. Главное, девочки, чтобы она была рассыпчатая. Вот такая вот. Гречку не надо тоже в квашню превращать. Вот булгур какой-нибудь, что-то рис рассыпчатый, тоже, не знаете, не мука, чтобы она вот такая квашня была. Чтобы хоть еда какая-то переваривалась в желудке. И много-много овощей. А на ужин, говорят, никакого гарнира не делаем. Только мясо и только одни овощи. Ну, мясо, рыба или яйца. Только не свинина. Ну, понятно. Вообще, пока худеешь, желательно свинина вообще не есть. Она самая калорийная. Ну, вот даже считаешь, рыбная котлета 100 килокалорий, говядина что-то там 170, и свинина 250 килокалорий. Одна котлетка. Ну, куриная, конечно. Куриная поменьше будет. Она меньше даже говядины. Конечно, отварная грудка. Вообще спортсмены все сидят только на отварной грудке, без шкуры, без всего. Да. Они вообще только грудку с овощами едят. Но это уже белковая диета. У нее плохие могут быть последствия. А мне сегодня насквозочный день. Я буду есть один мацони. Кошкин, это глаза закатывает от моих виндей. Я вот за тебя рада, пожалуйста. Рассквозочный. Только если будет днем срыв, рассказывай. Я тебе не дам еду. Я у тебя отберу ее. Я просто на нее вареную грудку взяла с гречи. Не надо. Я сказала, где будет насквозочный день. Ну, я себе на завтрашний день оставлю. Холодильник положу. Конечно. Вот, я это к тому, что Света сказала, будет призываться, если у нее будет срыв, и она снимет, что будет есть. Главное, не срыв в Марсе и Сникерсе, чтобы пошел. Ну да, это самое походное. И не приходить к маме с папой. У них сюда сладости всякие есть. К ним я только в дом захожу, у меня все, у меня начинается срыв. Колбаску хочется. Колбаску. Любимый холодильничек открыть, посмотреть, что там. И засияет солнце с песней какой-нибудь. Привычка-то осталась детская. Пирожочки. Каравальчики. Какое-нибудь заливное вкусное, мясное, да? Это ты по-заливному, а я по пирожочкам. Мама пекла в детстве очень много. Всяких тортиков. Вкусных пирогов, шарлоток всяких. С капустой пирожочком. А мне так рыбный пирог нравился очень. Так, замолчи. Мне сегодня разглазочный день. Я, знаешь, не как лучше друг, а как лучше враг. Сейчас сама захочешь этот пирожочек. У меня есть банан, только воду мы не взяли. Ага, так пить уже хочется. Уже так жарко. Так, мы пошли. Света сказала, что вчера было прокладно. Не будет нам жарко, Кристина. Пить мы не захотим. Ну, у меня просто не было бутылки. А купить уже не надо. А я говорю, ты кого успокаиваешь? Саму себя. Все, побежали. Идем делать зарядку написать. А я буду еще купаться. Девочки, покажу вам свой новый купальник. Ты в нем? Да, вот он. Все, идем. Девочки, покажу вам свой купальник. 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 Уже сюда вошiet. Девочки, покажу вам свой купальник. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, мы зашли после зарядки, уже вот попили водичку, ой, и пьем кофе, вкусный такой, мы даже не ожидали, даже без корицы, вкусняшка, капучино, мы обычно плейфлайн там пьем, а тут было капучино, и мы висели капучино, а вот там вдали море, а за Кристиночкой, а тут шашлычное, можно и шашлык покушать, еще правда открываются, видите, тут два ресторана, столовки. Прекрасно пьем кофе. Сейчас попьем кофе, пойдем домой, разбудим мою доченьку, покормлю и позавтракаем, и пойдем к бабушке, к родителям нашим, там же еще Настюха племянница отдыхает до воскресенья. Нам пока повезет. Да, нам пока повезет, они там с утра до ночи, прям до поздней ночи на море купаются, ходят с бабушкой, дедушкой. Люди уже идут на пляж вовсю. А с понедельника уже дочку я определила, дюдс у нас в лагерь тоже, ну тоже дневной, до 12 часов. Но зато с 8 до 2 часов дня. Это большое, да. Это 6 часов. А то английский был с 10 до 2, нет, а то до 12, не до 2. До 12 разу? До часа. Ну-ка, я вообще не помню, надо посмотреть. Ну все равно мы за утро хоть бы много чего успеваем делать. Мы хоть поработаем утром. Ну почему сейчас 6 встречаемся? Чтоб все успевать. Пока Яночка спит, мы хотя бы зарядку сливаем делать и поснимать. Да, поснимать, сделать зарядку, а потом мы расходимся, Света выкладывает ролик, Яну собирает, отвозит. Я в это время уже принимаю заказчики, потом Света приезжает, и мы дальше продолжаем поднимать заказы. Уже на работе. Мы все уже не отвлекаемся на ролик. Потом мы на работе где-то до 5, потом на почту. В общем, у нас очень такой плодотворенный день. А Друша такое говорит мне, Кристина, вы с каждым днем все раньше и раньше. Мы сейчас уже в 6 утра со Светой встретились. Сюда пока дошли как раз, уже было около 7. Ну, все раньше и раньше встречаемся. Ну, зато успеваем пока все. Мы раньше с Андреем вставали, выходили в 4 утра на улицу, чтобы траву порвать. Сейчас уже опять там подзаросло, все. Ну, потом порвем. Вот выходные порвем. Конечно. В эту субботу я иду, наконец-таки, Мариночка мне написала, ногти делать. Посмотрите, что мне там уже отросло. А я в парикмахерскую волосы иду красить. Так что снимем опять красоту. Так мы поменяемся немножко. Мариночка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok